Добрый вечер, уважаемые трейдеры компании A-Markets. На связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по скальпинговой стратегии на зеркальных уровнях. Напоминаю, что по четвергам я выпускаю свою аналитику на своем канале. Ссылка будет в описании. Подписывайтесь на канал A-Markets, на мой канал. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить точные входы по моей скальпинговой стратегии. Итак, перейдем к аналитике. Для начала глянем календарь. Сегодня вечером выступление президента ИЦБ. Можно обратить внимание, хотя вряд ли там какие-то сильные движения будут. Завтра стоит обратить внимание на изменение числа заявок по безработице. Будет сильный разрыв. Было 7, прогнозируется 134 тысячи. Возможно, будет сильное увеличение волатильности. Также посмотрим вечером заявления председателя ФРС в 20 часов и другие новости. Тоже возможные движения. На среду стоит обратить внимание на решение банка Новой Зеландии, Центробанка, по процентной ставке изменения. 6 утра будет по нашему времени. Новозеландец, скорее всего, будет очень живо ходить. Вечером в 19 выступление председателя банка Англии Бейли. Тоже можно обратить внимание. Теперь перейдем к терминалу. Посмотрим 5 инструментов. По евро-доллару можно начертить уровень поддержки, уровень сопротивления. Или точнее, линии сопротивления и поддержки. В принципе, в рамках вот этих вот линий мы работаем. Также цена коснулась уровня сопротивления. Скорее всего, будут его пробивать и идти дальше. Но при обратном возвращении можно рассматривать покупки. Поскольку, скорее всего, цена будет стремиться к пробитию следующего максимума. Предыдущего. Также рассматриваем краткосрочные сделки на покупку в этой зоне, в этой зоне. Еврофунт. Еврофунт в хорошем нисходящем тренде. Поэтому рассматриваем сделки на продажу преимущественно. Очень хорошо себя отрабатывает линия сопротивления. Скорее всего, мы ее пробьем. Будем рассматривать краткосрочные сделки на покупке. Но хотя, я говорю, в нисходящем тренде лучше смотреть на продажу. На продажу. Что мы можем здесь найти? Рассматривать только слабые горизонтальные уровни. Вот эти. Достаточно слабые. А также у нас есть вот этот уровень, первый зеленый. Он был пробит. Сейчас цена колеблется в этой зоне. Это уровень поддержки очень далекий. Можно здесь также рассматривать сделки на продажу. Но тут большие могут быть пробои. То есть это просто цена ходит около этого уровня глобального. И поэтому она здесь может очень долго топтаться. То есть вот этот уровень поддержки. Пока что здесь еще можно уровень поддержки сформировать. Но, к сожалению, только покупки в основном. Понятно, что они слабые. Пожалуй, все. Фунт демонстрирует сильный рост. Причем вообще не видно никаких сопротивлений. Разве что вот это вот. Но надо нее еще далеко. Я бы даже сказал, что он ускоряется в какой-то степени. Поэтому, если будете продавать, то очень осторожно. Лучше покупайте от уровня поддержки. Поддержки зеркальных уровней. Вот был сегодня уровень. И этот уровень хорошо сегодня уже отработал. Вот здесь была покупка у меня. И, в принципе, вполне возможно, что этот уровень еще отработает себя. Чуть позже. Также смотрим вот этот вот уровень. Тоже при пробитии и возврату к нему тоже можно осмотреть покупки. В общем, на фунте осмотрим покупки в основном. Так, и по просьбе подписчиков, а если не подписчиков, то подписывайтесь. По просьбе слушателей посмотрим золото и бренд, нефть бренд. Ну, что я могу сказать по золоту и нефти. Золото и нефть не так хорошо слушаются уровни, на мой взгляд. Я их реже применяю, но точечно, периодически смотрю. Поэтому, ну, включим, скажем так, в мою аналитику их. Давайте посмотрим поближе. Что у нас золото? Золото, скажем так, в нисходящем таком тренде вялом. Вялотекущем. Поэтому наметим основные линии, да, на которые можно будет ориентироваться. Это линия сопротивления. Затем здесь можно линию поддержки сделать. Вот такую. Но она, да, далековато еще. Так, посмотрим поближе, что у нас есть. Поближе можно вот этот уровень посмотреть. Так. Вообще вот эта зона, скажем так, себя, возможно, будет проявлять периодически. То есть как поддержки или как сопротивления. Ну, пожалуй, к сожалению, все. На сегодняшний день пока ничего не вижу такого перспективного. Далее бренд. Значит, по нефти, да, уверенный рост идет, причем такой ускоряющийся. Поэтому сейчас, возможно, сильные коррекции вниз. Наметим линию поддержки. Также можно вот здесь линию поддержки вот такого формата сделать. От нее можно продажи рассматривать. Ну, пожалуй, все. Здесь очень так все зыбко. Можно, конечно, так нарисовать, но это... С учетом того, что рядом идет более сильный уровень, вот этот уровень, он ослабляется, получается. Ну, в общем, в этих зонах можно покупки рассматривать. На сегодня все. Поздравляю всех с наступающим праздником. До четверга. Торгуйте с удовольствием. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok